Уважаемые коллеги, большое спасибо Александру Степановичу Юненко за доклад, посвящённый во многом той же теме. И легче будет, наверное, понимать то, что я сейчас буду рассказывать. Дело в том, что мы родом из одного и того же института. Наш институт АГРИ вырос из Госнигенетика. Также сейчас мы являемся институтом в группе компании Аджинамото. И я расскажу больше о практических аспектах редактирования геномов промышленно значимых микроорганизмов, о которых уже говорил Александр Степанович. И сначала несколько слов. Что такое промышленные микроорганизмы, уже стало понятно из предыдущего доклада. И то, что у нас называются промышленные биотехнологии в мире, часто называют метаболической инженерией. Надо сказать, что об этом я немножко скажу позже. И обо всех аспектах основных метаболической инженерии речь шла в предыдущем докладе, который состоялся на конференции по биокатализу в нынешнем июне. Хотелось бы отметить особо, что собственная история генно-инженерных подходов в конструировании промышленно значимых микроорганизмов насчитывает всего-навсего 50 лет. И вы, наверное, все хорошо знаете, что как раз в 1973 году была впервые продемонстрирована возможность введения в бактериальную клетку искусственно сконструированной чужеродной ДНК, тогда еще не синтезированной ДНОВА, а искусственно сконструированной. И вот эти пионерские работы Коэна и Герберта Бойера дали возможность для появления промышленных подходов к синтезу первых генно-инженерных белков, инсулина, соматотропина. Образовалась всемирно известная компания Genentech, которая существует и сейчас как часть Хоффман-Лярош. И в 80-е годы бурное развитие технологий рекомбинантных ДНК дало возможность синтезировать не только уже упомянутые белковые продукты, но и иные. И вот парадокс заключался в том, что сверхпродукция низкомолекулярного метаболита, например, глутамата, требует координированного синтеза в клетке не одного белка, а целого ряда белков. И эта задача, в общем-то, оказалась гораздо сложнее. В течение следующих десятилетий шло систематическое накопление знаний о клеточном метаболизме, как о совокупности биохимических реакций, об их кинетических характеристиках, об их регуляции. Это открывало возможность для микробного синтеза самых разных веществ. Здесь вы можете видеть некоторые общеупотребительные базы данных, где собирается храниться информация о метаболических путях клеток самых разных микроорганизмов и составляющих эти пути в биохимических реакциях, ферментах, их свойствах. И всё очень хорошо, что сейчас в нашей стране открылись возможности для аналогичного сбора подобной информации. Тем не менее, мы все благополучно пользуемся пока имеющимися базами данных. И все эти накопленные знания формировали системный взгляд на метаболические пути, возможности к их оптимальному функционированию для создания производственных процессов для микробного синтеза целевых веществ. Сам термин метаболическая инженерия родился спустя два десятилетия в 90-х годах и впервые был употреблён в работах основоположников этого направления Грегори Стефанополоса из MIT и Джей Бейли из Калифорнийского технического университета. И сейчас метаболическая инженерия, или то, что в предыдущем докладе называлось промышленной биотехнологией, под этим понимается направленное улучшение процесса биосинтеза практически важного целевого продукта и свойств метаболизма организма как целостной системы путём модификации специфических биохимических реакций, их регуляции или создания новых метаболических путей. И, что важно, с использованием технологий рекомбинантных ДНК и других молекулярно-биологических и биохимических методов. При этом можно использовать самые разные углерод-содержащие продукты, как С6 и С12, сахара, лигноцеллюлозу, различную биомассу, отходы от промышленного производства биодизеля, глицерин, С1-соединения, СО2, метан, сингаз, метанол и так далее. И при этом синтезировать самые разные химические продукты. Здесь можно видеть, что разработаны процессы на разных субстратах получения продуктов самого разного назначения. От пищевых продуктов, фармацевтических продуктов, продуктов для сельскохозяйственного назначения и так далее. Вы видите, что разнообразие их чрезвычайно велико. И вот здесь вы можете видеть наиболее значимые примеры биопродуктов, внедренных в промышленное производство в мире. Это мономеры для синтеза полимерных продуктов, различные природные продукты, ресвератрол, например, ванилин и так далее, биотоплива, изобутанол, фармезен, аминокислоты. Их совокупная продукция достигает нескольких миллионов тонн в год. Это очень существенное количество для промышленной биотехнологии. Среди них, можно сказать, что практически все аминокислоты в настоящее время получаются методом микробного синтеза. Это огромные объемы. И, как уже было сказано, важным является использование технологии рекомбинантных ДНК для конструирования соответствующих продукцентов. Именно на этом я сегодня остановлюсь немножко подробнее. Как уже было сказано, важнейшими этапами создания продуцентов являются выбор собственного хозяина, модификация биосинтетических путей, организация экспорта из клетки целевого продукта в данном случае аминокислоты, организация транспорта в клетку целого ряда субстратов, уже здесь обозначенных. И об этом уже говорилось. Скажу только, что важным этапом является и адаптация клеток к коммерческому использованию в промышленной биотехнологии, то есть к культивированию уже не в лабораторных ферментерах, а в ферментерах объемами несколько сотен тонн. И что нам будет необходимо для реализации процесса микробного синтеза? Это, во-первых, развитие методов редактирования генома и синтетической биологии, широкое использование математических подходов для выработки стратегии получения штамма продуцента, для моделирования экспериментов и их анализа. Высокопроизводительные методы анализа и скрининга. Сейчас уже о традиционной селекции было подробно рассказано, на ней я останавливаться не буду. И в традиционную селекцию в последние годы пришли высокопроизводительные методы анализа и скрининга, микрофлюидные технологии, клеточный сортинг. И все эти подходы высокопроизводительного скрининга невозможны без создания специальных биосенсорных систем. Об этом я уже говорила в предыдущем докладе. И сейчас я остановлюсь подробнее на развитии методов редактирования, которые мы используем в своей работе. Те микроорганизмы, платформы или, как их называют, шасси, используемые в метаболической инженерии, это клетки коринбактериум глутамикум и шерихия колия. Мы используем бациллесамилликофацинс, пантоэнонатис и некоторые клетки дрожжи. Интересно, что в последние годы круг такого рода платформ расширился и появились несколько необычные среди них микроорганизмы, как, например, экстремофилы диинококус, холомонос, которые способны расти при высоких значениях ПАШ и высоких концентрациях солей. И это использование такого рода микроорганизмов позволяет существенно более чем на 60% снизить затраты на культивирование по сравнению с традиционным использованием ЕКОЛИ. Поскольку никакие другие микроорганизмы... То есть нужно вести процесс фактически без... без... открытым способом фактически без, так сказать, стерилизации, ферментюра. И интересно также, что в последние годы появились работы, посвященные искусственным синтрофным ассоциациям микроорганизмов, где часть метаболизма, например, традиционный ацетобутиликум, который синтезирует ацетон и различные органические кислоты. Это характерный для него метаболизм. И эти микроорганизмы культивируются в ассоциации с микроорганизмами, способными к автотрофии. То есть СО2, выделяющийся при культивировании, например, ЕКОЛИ или ацетобутиликум, может быть сразу утилизирован автотрофными микроорганизмами. То есть фактически утилизация СО2 происходит непосредственно в одном и том же ферментюре. Я скажу пару слов о некоторых методах геномного редактирования, которые являются общепринятыми и соответствующие элементы, то есть промоутеры, терминаторы, РБС и так далее. Все эти отдельные элементы могут быть использованы в ваших геномных конструкциях, которые затем интегрируются в хромосомы. И они хорошо, многие из них хорошо охарактеризованы и хранятся в коллекциях, из которых вы можете взять и дальше при помощи, например, эссемблинга по Гибсону конструировать вашу конструкцию, которая приведет к созданию целевого продукта. Но, тем не менее, это все замечательно, и вот такие элементы разработаны и для кишечной палочки, и для каренбактерий. единственным недостатком такого подхода является то, что вы можете ими свободно пользоваться только для исследовательских целей, но не для получения промышленного продуцента как такового. И для направленного изменения метаболических путей именно к промышленному продуценту вам необходимо следовать неким правилам, то есть требования к штаммам, которые сейчас используются в крупномасштабном культивировании, это отсутствие плазмид, генов устойчивости к антибиотикам, предоставление полной информации обо всех геномных модификациях, то есть случайные модификации тем не менее тоже должны быть описаны, и генно-инженерный инструментарий, которым мы пользуемся, должен отвечать этим требованиям. Он у нас разработан для здесь упомянутых штаммов, и в ряде случаев эти работы начинались именно со штаммов дикого типа, специально выделенных из окружающей среды, как, например, в случае понтояно-анатис, где речь шла о изначальном целевом выделении из окружающей среды организма, который может, например, существовать при низких и культивироваться при низких ПАШах, что было необходимо для синтеза глутамата, поскольку процесс синтеза глутамата необходимо было вести именно в таких условиях, то есть платформа изначально выбиралась под конечную задачу. Кроме того, надо сказать, что генно-инженерные инструментарии должны также отвечать требованиям ФТО, free to operate, то есть вы должны иметь возможность им свободно пользоваться, поэтому все те элементы, о которых шла речь чуть выше, использовать не всегда возможно, поскольку они распространяются только как элементы, используемые для исследовательских целей. Ну, какие задачи необходимо решить с помощью этих инструментов? Во-первых, контролируемое усиление экспрессии генов, кодирующих ферменты целевого биосинтеза или центрального метаболизма, ослабление нежелательных путей, модификация транспорта целевых соединений, то есть субстратов в клетку и продукты из клетки. Ну, поскольку у нас во многом учебное мероприятие, я остановлюсь подробнее на отдельных элементах геномного редактирования. Уже давно в нашем институте была разработана система ненаправленной случайной интеграции для конструирования бесплазмидных и безмаркерных штаммов, в частности продуцирующих аминокислоты на основе фаготранспозона мини-мю. В данном случае интегрируемый модуль и модуль ответственность за транспозицию были разнесены на разные хелперные плазмиды, что позволило осуществлять ненаправленную интеграцию. Вы можете сказать, что сейчас направленная интеграция является предпочтительной, и это действительно так, но мы тем не менее до сих пор пользуемся этим подходом, когда нужно быстро решить какую-то задачу синтеза какого-то целевого вещества, которое необходимо быстро вывести на рынок. Это дает практически важный результат достаточно быстро. Вот здесь вы можете видеть, что за год при помощи такого подхода был сконструирован продуцент полина довольно промышленный продуцент с хорошими характеристиками. Что касается оптимизации уровня экспрессии генов в хромосоме, мы получили коллекции промоутеров, коллекции промоутеров, под регуляцию которых мы можем ставить любые гены и можем оптимизировать уровень экспрессии каждого гена. Все это делается при помощи хорошо известной лямбда-ред интеграции. На основе подобных подходов рекомбинационных систем бактериофагов уже возникли и мультиплексные методы, о которых речь пойдет ниже. Но, конечно, более продуктивным является сайт-специфическая хромосомная интеграция, опосредуемая рекомбинационными системами бактериофагов, где мы можем интегрировать интересующие нас конструкции не в случайное место, а в определенный хромосомный локус. Для разных микроорганизмов были сконструированы библиотеки штаммов, у которых в различных локусах имеются этажмент сайты бактериофагов E80, это сделано для этих трех микроорганизмов, и мы можем направленно после клонирования целевых генов интегрировать нужный фрагмент именно в эти локусы. Важно сказать, что клонирование ин вива не требующая предварительного ПЦР амплификации целевого фрагмента, конечно, предпочтительнее, поскольку зачастую речь идет о клонировании протяженных фрагментов ДНК, например, таких, как фрагменты, кодирующие целые молекулярные машины, вроде, например, протонные АТФ-синтазы. И для этих целей клонирования инвива и последующей направленной интеграции в хромосому мы разработали ряд подходов сначала на основе СЦЕ1 мегануклеазы клонирования с ее помощью и затем уже при помощи рекомбинационных систем бактериофагов. Вот это вот в этих работах двух вот это вот описано. И сейчас мы пользуемся немножко более продвинутым подходом тоже клонирования без ПЦРа. И оно основано на том, что одновременно осуществляется и клонирование и интеграция в одном фактически в один этап. То есть на хелперной плазмиде у вас содержатся и гены, кодирующие РЭД-систему бактериофага лямбда и интеграза ФИ-80 под регуляциями разных промоутеров. И вы, меняя условия индукции, вы осуществляете одновременно и инвиво клонирование интересующего your favorite region, интересующего вашего фигмента и интеграцию уже в заранее выбранный заданный локус хромосомы. Вот сейчас эту же систему мы реализовали на клетках понтои и ананатис. Сейчас стоит сказать, что разработаны и системы мультиплексного геномного редактирования, но здесь очень важен последующий скрининг. Поэтому, например, такого рода работы были успешно реализованы при получении штамма продуцента ликопина, то есть окрашенного соединения, и это в общем хорошо работает. В том числе подобные же подходы мультиплексное геномное редактирование осуществляется при помощи CRISPR-CAS подхода одновременно. Я скажу лишь, что при помощи подобного инструментария нам удалось получить продуцент практически всех аминокислот, которые в настоящее время успешно работают на различных заводах по всему миру. и в заключение хотелось бы сказать, что именно вам, молодые люди, я надеюсь, удастся выполнить все то, что было запланировано в стратегической программе исследований биотех 2030 благодаря усилиям института госгенетика в составе теперь уже Курчатовского института. В настоящее время заработал завод премиксов Белгородской области 80 тысяч тонн лизина в год. Ну и по данным Организации экономического сотрудничества и развития дальнейшее развитие рынка биотехнологической продукции уже будет идти с вашим участием и желаю вам всяческих успехов в этом труде. Большое спасибо за внимание. Спасибо.